Продолжение следует... Самые меры поддержки связаны с введением такого механизма, как возможные рассрочки не только по платежам бюджета, но и по платежам за пользование энергоресурсами. Имеется в виду, что предприятия готовы, особенно предприятия переработки, у них сейчас нагрузка особая, а реализация начнется товара где-то ближе к концу года. И тогда они получат соответствующие средства и рассчитаются с государством в полной степени. Директора предприятий говорят, несмотря на сложности, работают. Довести товары с Приднестровья в Европу теперь в два раза дороже, в Россию и того больше. В три раза увеличилась логистика, мы работаем серьезно с Азией, с Кореей, Японией, Китаем. Есть приоритеты, которые правительство для себя определило. И первый из приоритетов это обеспечение стабильной работы наших предприятий. В первую очередь. Второй приоритет, это нужно, скажем так, обеспечить в том числе и слабо защищенные слои. Мы от этого никуда не денемся. И еще я просто хотел вас нацелить на один момент. Знаете, когда в экономике плохо, то мы начинаем заниматься ее спасением. А надо ее не спасать, надо развивать. Вот давайте будем исходить из предложений, что государству нужно сделать, чем вам помочь, чтобы вы развивались и работали. Премьер отметил главный диалог. Государство не оставит предприятия с проблемами, будут помогать.